Всем привет! Меня зовут Юля. Я рада видеть вас на своем канале. Если вы новый зритель, то обязательно подписывайтесь, мне будет очень приятно. И сегодняшняя тема будет для многих долгожданная, и мы поговорим про уход за волосами. Особенно много вопросов было после того, как я выложила видео, где у меня такие волнистые, пушистые волосы. Я показала текстуру своих волос. Чаще всего в видео вы видите меня именно с вот такой вот укладкой. Поэтому для многих, наверное, было удивительным увидеть меня с такими пушистыми, волнистыми волосами. И на самом деле я хочу вам сказать, что то, как выглядят мои волосы сейчас, это постоянная работа над волосами годами. И только спустя какое-то достаточно продолжительное время мои волосы стали выглядеть так. Но хочу все-таки повториться, что это для меня не идеал. Я считаю, что еще есть к чему стремиться, потому что все-таки так волосы выглядят после каких-то определенных манипуляций. И, естественно, мне, как каждой девушке, хотелось бы проснуться уже с красивой укладкой и ничего не делать с волосами. Но если вы заметили вот этот вот небольшой магазин на диване за моей спиной, вы, наверное, уже подозреваете, что не все так просто. И я очень много всего перепробовала, многие средства использую для волос, для того, чтобы они выглядели именно так. Если я найду какую-нибудь свою старую фотографию и не постесняюсь ее вам показать, то приблизительно вы увидите, какие у меня волосы были лет 5-7 назад. И действительно, у меня до сих пор волос очень пористая такая текстура. Если их просто посушить, а потом расчесать, они будут безмерно пушистые. Конечно, будет объем, но это не тот объем, который красиво выглядит, это просто пушистые такие лохматые волосы. Мне это всегда не нравилось. И где-то в подростковом возрасте они у меня стали именно такими вот пушистыми, очень жесткими. Ну и давайте расскажу, чем я пользуюсь. Покажу абсолютно все средства для волос, которые у меня есть, все инструменты, которыми я пользуюсь, расчески. В общем, расскажу абсолютно все моменты. Если кто не знает, то у меня волосы окрашенные, и они окрашены многими-многими годами. У меня на самом деле такой среднерусый оттенок волос, мышиный цвет, который ни туда, ни сюда, и ни светлые, ни темные волосы. Поэтому я их окрашиваю, хотя у меня была задумка перекраситься в какой-то светлый цвет, но есть определенные сомнения. Ну и чтобы не остаться вообще лысой, решила пока не рисковать и остаться в своем цвете. Если у вас был опыт перехода из совсем такого черно-коричневого оттенка в светлый, то напишите в комментариях, мне очень интересно, как вы прошли через это. И раз уж завели тему про окрашивание, покажу, чем я крашусь. Сейчас я волосы крашу вот такой вот парой от Matrix, и это серия ColorSync и окислитель для этой краски. Мне эту краску посоветовала Вика Ковка Закет, за что я ее очень благодарна. Во-первых, эта краска безымячная, у меня очень странный вот такой вот фиолетовый цвет. И, наверное, иногда на видео вы замечали, что у меня у волос такой вот фиолетовый отблеск. Она красит, в принципе, вот в такой вот цвет, но на солнце он переливается таким баклажаново-фиолетовым оттенком. Мне это безумно нравится, поэтому я постоянно крашусь вот этим цветом. Называется этот оттенок темный шатен голубой перламутровый. У него оттенок 3VV. И обычно его использую для того, чтобы смешать с каким-то оттенком и получить более холодный коричневый цвет. Я использую его самостоятельно. Как вы видите, мои волосы не фиолетовые, но они имеют такой интересный отблеск на солнце, что мне безумно нравится. На эту краску я перешла, наверное, чуть более полугода назад. До этого я красила волосы обычными бытовыми красками по типу палет, горенье и прочее. В общем, я не заморачивалась. Я ничего против не имею обычных бытовых красок, самых дешевых, но я задумалась о том, что если вдруг я захочу перекрасить свои волосы в другой цвет, то смывать такие краски будет безумно сложно, и я перешла на более профессиональные безомячные краски. Вы знаете, я просто в какой-то момент задумалась, что я в месяц экономлю на себе там 300 или 400 рублей. Ну и разве качество волос стоит столько? Поэтому пересмотрела свои взгляды и крашусь вот этой краской. Сразу хочу сказать, что я окрашиваю корни один раз в месяц. Мне этого вполне достаточно. Я не крашу всю длину, нет никакой необходимости. И одной упаковки мне хватает на два окрашивания корней. Поэтому в данном случае это очень даже приемлемо и недорого по цене. Кстати, касательно окрашивания волос, у меня есть еще одно интересное корейское средство. Это такой окрашивающий шампунь. Я его использую только в таких вот критических ситуациях, когда я не успела покрасить корни, а у меня, допустим, какое-то важное событие, или мне нужно хорошо выглядеть, и не очень хотелось бы, чтобы были видны светлые корни или там какие-то седые волосины, то я использую вот это средство. Это бренд Elkrit. Да, это тот бренд, который никогда не делал ничего стоящего, на мой взгляд. И он какой-то бренд недоразумения. Но вот этот вот Magic Color Shampoo, он в принципе неплохо работает. Он не сильно ярко окрашивает, только чуть-чуть закрашивает седину. И делает более равномерным оттенок волос. Он не сделает вам какие-то там супер черные или коричневые волосы. Но единственное, конкретно вот этот вот вариант подойдет только девушкам, у кого достаточно темные волосы. Для более светлых, русых оттенков я бы не советовала использовать вот такое вот средство. Пока мы не перешли с вами к самой обширной части, к очищению, к шампуням и бальзамам, давайте пробежимся быстренько по инструментам и аксессуарам для волос. У меня уже на протяжении многих лет неизменно моя расческа Tangle Teaser. Еще недавно появилась вот такая вот от Wet Brush. В принципе, обе расчески мне нравятся. Конечно, Tangle Teaser удобнее. Я ее часто беру с собой, потому что она компактная. И у меня вот такая вот классическая модель уже давно со мной. И я вполне довольна работой вот этой вот расчески. Давайте расскажу про инструменты для укладки. Во-первых, у меня появился наконец-то новый фен. Так как у меня накопились баллы на сайте Panasonic, мы решили заказать вот такой вот фен. Он очень удобен тем, что его можно сложить, взять, допустим, с собой. До этого у меня очень долго был фен от Remington. И он был самый обычный. Он жарил прям таким горячим воздухом. И я сейчас думаю, блин, почему я до этого не купила более щадящий фен. Он идет с ионизацией. У него три тепловых режима. И больше никаких примочек. Я надеюсь, видео про волосы можно немного поправлять их все-таки. И вы не сильно расстроитесь. Потому что иногда под видео мне пишут, что ты там вертишь головой. Ну, блин, мне хочется поправить волосы. Я живой человек. И мы же девочки. Нам не всегда хочется с какими-то хвостиками и собранными волосами быть даже на видео. Ну, в общем, такое небольшое лирическое отступление. Вернемся все-таки к гаджетам для волос. И я, конечно, очень мечтаю о фене Дайсон. Но 30 тысяч рублей все-таки это весомая сумма для фена. Пока я не готова купить себе такой. Если бы он стоил хотя бы в половину дешевле. Или будут какие-нибудь супер скидки. Возможно, я его себе куплю. Но пока, мне кажется, 30 тысяч для фена это очень дорого. Но я посмотрела все ролики. Он действительно супер крутой и классный. И он ухаживает за вашими волосами. Поэтому это моя такая прям хотелка и мечта. Пока пользуюсь этим. Абсолютно им довольна. И второй мой инструмент для укладки волос. Это просто обожаемый выпрямитель от Remington. Это серия ProLux. И на моем канале даже было отдельное видео с вот этим вот выпрямителем. Я его сравнивала со своим старым утюжком. И это, конечно, просто небо и земля. И это первый выпрямитель, который не только не портит мои волосы. Но еще он за ними ухаживает. И после его использования они выглядят намного лучше. И даже после того, как вы помыли волосы, вы не видите какого-то обратного эффекта. То есть, что волосы стали какими-то поврежденными, посеченными. Он действительно классно работает. После него волосы блестят. И на самом деле я не могу без него обойтись. Плюс ко всему этим выпрямителем безумно легко работает. То есть, вам не нужно отделять там какие-то слои по пряде, выпрямлять. Я беру этот выпрямитель и просто вот так вот прохожусь чуть-чуть по волосам. Как будто бы я их прочесываю вот этим вот утюжком. И мои волосы абсолютно классно выглядят. Это не занимает много времени. Поэтому это прям моя любовь. И на самом деле я почувствовала разницу между более дорогими и какими-то навороченными инструментами. Нежели какие-то простые утюжки. Все познается в сравнении. Я не знаю, можно ли пробовать вот такие вот инструменты в магазинах. Но если да, то обязательно сделайте это. Потому что вот этот утюжок это просто небо и земля с обычными выпрямителями, которые стоят там 2-3 тысячи рублей. Ну что, мы наконец-то подошли, наверное, к самому интересному. И сейчас расскажу про шампуни, бальзамы и несмываемые средства, которые я использую. И сейчас весь мой уход за волосами состоит практически на 90% из азиатских средств для волос. Потому что абсолютно все средства, которые я попробовала, они нацелены на то, чтобы сделать волосы более густыми, более тяжелыми. Если вы не знали, то в азиатских странах очень часто повышенная влажность. И для корейских, китайских, японских девушек эталоном считаются тяжелые, гладкие, блестящие волосы. Поэтому они всячески стремятся их выпрямлять, делать более гладкими, более плотными, такими густыми. И, естественно, абсолютно все шампуни мне подходят. Потому что я тоже хочу, чтобы моя пушистость была менее заметным. Волосы были более плотными, более тяжелыми. И при этом они не были жирными. Поэтому я сейчас полностью перешла на азиатские средства по уходу за волосами. Иногда у меня появляется и тот же Эль Сеф, и тот же Лориаль шампунь. Я их миксую. Но все равно прихожу к каким-то японским или корейским шампуням. Давайте сейчас расскажу про свои фавориты. Некоторые средства у меня уже закончились. Как, например, вот этот вот шампунь. У меня даже колпачок где-то потерялся. Это серия Silk Hair. Бренд The Same. И это идет Repair Shampoon. То есть восстанавливающий шампунь. Бальзам у меня еще остался из этой линейки. И я им пользуюсь. У меня всегда такое бывает, что шампунь заканчивается быстрее, чем бальзам. Потому что шампунь я использую два раза. А потом уже наношу бальзам. Поэтому всегда такой вот дисбаланс. Мне кажется, что упаковка шампуня должна быть чуть больше, чем бальзам. Чтобы они одновременно заканчивались. Эта линейка имеет безумно приятный цветочный аромат. Здесь и фрезия, и роза. Такое ощущение, что вы не просто помыли голову. А как будто бы использовали еще какой-то парфюм для волос. Обалденный аромат. И у меня из этой линейки на самом деле много средств. Сейчас покажу, что использую в данный момент. Кстати, из этой же линейки у меня уже в пустых баночках валялась такая же маска Repair Pack. И на самом деле мне удивительно, почему всегда корейские маски. Они имеют очень маленький объем, 150-200 миллилитров. На мои длинные волосы эти маски очень быстро заканчиваются. Поэтому мне хотелось бы все-таки видеть маски в большем объеме. Я понимаю, что производители советуют использовать маску не каждый раз при мытье волос. Но иногда, когда у вас сильно поврежденные волосы, это прям необходимо. Поэтому у меня бывает, что я постоянно использую маску. Если она у меня заканчивается, я обхожусь одним кондиционером. Я уже вам рассказывала в одном из своих видео про лайфхак от стилиста по волосам Гориньер. Что если вы хотите прям сильно восстановить свои волосы, то после матья шампунем используйте маску, а затем кондиционер. Маска максимально глубоко проникает в структуру волоса и питает его. А кондиционер, он уже закрывает эти чешуйки и делает волосы такими гладкими и блестящими. Также из линейки Silk Hair Pair у меня есть вот такой вот мист. И это мист для быстрой сушки волос. Он немного масляный. Я не знаю, насколько на самом деле это работает. Я не засекала, как долго я сушу волосы с этим мистом и без него. Но он просто помогает также быстрее расчесать волосы. И я его использую еще как термозащиту для своих волос, когда сушу их феном. И еще одна классная несмываемая такая штучка, это лосьон для волос. Это такой вот легкий-легкий водянистый крем. Я его наношу, когда уже у меня немного подсушены волосы. Он помогает им быть более блестящим, меньше пушиться. Люблю вот такие вот кремовые текстуры. Я иногда использую лосьоны, иногда использую масло для волос. То есть, когда я чувствую, что совсем у меня какие-то жесткие волосы. Или, допустим, я мыла голову в каком-то другом месте, то есть поменялась вода, я понимаю, что она более жесткая. Я всегда с собой беру масло, потому что масло максимально хорошо питает волосы. Но каждый раз масло для волос я не использую, потому что я ориентируюсь именно от состояния волос. Насколько они сухие и пористые, я уже выбираю использовать лосьон или использовать масло для волос. Также от The Sam я обновила уход за волосами. Когда у меня закончился шампунь из линейки Repair, я выбрала вот такой вот Refresh. То есть, это шампунь, который максимально подойдет тем, у кого быстро ожирнятся волосы у корней, то есть, у кого жирная кожа головы. На самом деле, мне кажется, что у большинства людей жирнится именно кожа головы, и именно поэтому мы там определяем, когда нам нужно помыть волосы, чтобы они выглядели опрятно. И вот эта линейка более такой легкий аромат имеет, но тоже по свойствам очень классная. Шампунь такой полупрозрачной гелевой текстуры. Бальзам тоже легкий. И вот этой вот линейкой от The Sam Silk Hair я просто безумно довольна. Если что-нибудь у них новенькое появится, обязательно себе возьму и попробую. Покажу вам еще один шампунь корейский. Это уже бренд Secret K, называется он MU Coating Silk Protection Shampoo. И шампунь на самом деле хороший, но мне не зашел аромат. Он для меня сильно такой вот кремово-сладкий, поэтому данный шампунь отдала мужу. Но если вам такие ароматы нравятся, шампунь безумно хороший. Он, опять же, классно очищает и в то же время не делает волосы пушистыми. То есть у них у всех есть такой вот эффект разглаживания и утяжеления в хорошем смысле этого слова. Из японских средств для волос использовала вот такой вот Ahala Butter. Это не совсем известный бренд. И у меня здесь есть и шампунь, и кондиционер. И на самом деле в этой линейке шампунь мне не очень понравился, потому что мне показалось, что он плохо мылится и плохо очищает волосы. Я не знаю почему. Эта серия идет профессиональная, и она должна максимально хорошо очищать. Но на моих волосах плохо работал, поэтому я его, опять же, отдала мужу. Что не сказать о кондиционере. Этот кондиционер классно распутывает волосы. То есть после его нанесения они прям такие гладкие, немного даже скользкие волосы. Но мне это нравится, я понимаю, что когда я высушу, я получу нормальный эффект на волосах. Поэтому касательно этой линейки, я бы, наверное, все-таки посоветовала только ополаскиватель. А шампунь слишком легкий, и он не очищает максимально волосы. Вы знаете, я поняла, что я очень привередлива к аромату шампуня. Потому что следующий японский шампунь, он классный по свойствам. Но, опять же, я не стала его использовать только потому, что аромат мне не подошел. Это шампунь и кондиционер. Это бренд Japónica. Просто их какая-то линейка review. Они мне попадались в тематической коробочке от Glambox. И в этой коробочке было два полноразмерных продукта. Как вы видите, кондиционер у меня еще остался. Опять же, шампунь вместе добивали с мужем и использовали его до конца. Для меня эта линейка пахнет какими-то приторными цветами. Поэтому он мне, наверное, не понравился. Но сам кондиционер и шампунь, опять же, ничем не уступают предыдущим. То есть, по свойствам он действительно уплотняет, утяжеляет волосы, сглаживает их. И, наверное, стоило бы попробовать какую-то другую, более свежую линейку, чтобы оценить этот бренд в полной мере. Вы знаете, я долго думала показывать вам или нет свои запасы. Но я такой человек, что у меня обязательно должны быть средства для волос в прозапас, чтобы я не приживала за них. Тем более, если вы их заказываете через интернет или напрямую скорее, то это занимает определенное количество времени. И я решила попробовать вот такую вот линейку от Secret K. Называется она So Fast Hair Booster Shampoo. Это шампунь и кондиционер. И так как я не могла выбрать, какую линейку мне попробовать, потому что это их классическая линейка. А вторая у них идет уже Premium. И вот так выглядят средства из серии Premium. Вы знаете, я решила попробовать именно эти средства для волос, потому что у меня закончилась маска одноименная из вот этой вот линейки Premium. Как видите, такая мятенькая упаковка. И опять же, эта маска была всего лишь 150 мл. И мне этой маски хватило на 4 раза использования для моих длинных густых волос. Мне все-таки хочется видеть маску в таком большом профессиональном формате. Эта маска не супер густая, как обычно это бывает. Она очень напоминает кондиционер. Просто по свойствам, когда используете эту маску, а еще если после нее используете кондиционер, волосы просто безумно легко расчесываются. Они не спутанные, они гладкие. И я абсолютно довольна вот этой маской, поэтому решила попробовать еще и шампунь и кондиционер. Наверное, последняя маска, которую я сегодня покажу. У меня не сохранилась сама баночка, но просто безумно прикольная такая коробочка. Посмотрите. Если хотите сделать какой-нибудь интересный подарок, то мне кажется, ради упаковки можно такую маску подарить кому-то. Она классная по свойствам, но она быстро заканчивается. Для меня это весомый минус, поэтому я не буду больше ее использовать. Если я захочу только кого-то удивить и сделать такой интересный подарок. Ну что, мы наконец-то подошли к несмываемым средствам. Я уже некоторые показала. И так как я все-таки упоминала масло для волос, покажу то, что использую сейчас. Вы заметили, что поменялся фон и мой внешний вид. Не зря все-таки существует пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». И я случайно удалила концовку своего видео. И я это поняла уже в процессе монтажа. Но все-таки не смогла оставить это так, без окончания. Тем более, что удалилась часть видео про несмываемые средства для волос. И давайте продолжим. Как я сказала ранее, я не всегда использую масла для волос. Но иногда, когда они очень сухие и на ощупь достаточно жесткие, я использую масло. Сейчас у меня вот такое от Londo. Это серия Velvet Oil. Очень хорошее масло. Оно легкое, оно не супер жирное. Его необходимо где-то 2-3 нажатия на мои такие достаточно густые, плотные волосы. И опять же, самое главное, не наносить масло близко к корням волос. Потому что автоматически ваши волосы быстро загрязнятся. И необходимо будет чаще их мыть. Еще у меня есть вот такой вот небольшой пробник-тестер масла корейского от бренда Xena. И оно более густое, более плотное. Я все-таки предпочитаю более легкие форматы масла, но, допустим, этого мне необходимо совсем чуть-чуть. Буквально там 1-2 капли. Распределяем полностью на волосы и готово. Поэтому выбирайте сами, какая консистенция вам больше нравится. Более густое или более такое вот водянистое. И второе средство от этого бренда Xena. Это несмываемый крем, лосьон для волос. У меня в таком маленьком travel формате. Здесь 15 грамм. Мне его на самом деле подарили, когда я была на семинаре про корейскую косметику. И я его не видела в корейских интернет-магазинах. Но в российских интернет-магазинах, которые продают корейскую косметику, они есть. И есть большой формат 200 мл. И это просто классный несмываемый лосьон. Особенно хорошо его использовать перед сушкой феном. То есть вы наносите немного этого крема, лосьона на волосы. И сушите феном и расческой. Получается просто нереальный какой-то блеск. Называется он Miracle Overnight Cream. Ну и как указал производитель, его мы наносим на ночь. Но на самом деле здесь нет разницы. Просто после мытья волос вы наносите вот этот вот лосьон. И получаете просто нереальный блеск. Плюс ко всему этот крем так вкусно пахнет. Мне напоминает он какой-то селективный парфюм. Очень такой теплый, согревающий аромат. Похожее на это средство от L'Odor. Называется Sleeping Cleaning Ampoule. Тоже такая ампула, лосьон, крем. Бренд L'Odor очень известен своими ампулами. Знаете, такие в голубых небольших упаковках у меня была такая ампула. Я сейчас покажу, как она выглядит. Потому что выбросила упаковку. И я не увидела никакого практически эффекта. Скорее всего из-за того, что одной маленькой ампулы недостаточно на мою длину волос и густоту. И мне нужно, наверное, где-то три ампулы, чтобы увидеть хоть какой-то эффект. Возможно повторю, но пока я не впечатлена именно этим уходом. Что не сказать про лосьон. Он классный, он легкий. Также хорошо его наносить после мытья волос на немного влажные волосы перед сушкой феном. Но если выбирать, все-таки у меня перевешивает ксена, потому что у него просто потрясающий аромат. Ну и, конечно, видео про волосы. Я не могла не рассказать про сухие шампуни. Если вы смотрели мое видео про пустые баночки, вы знаете, что у меня достаточно много сухих шампуней было в использовании. Но мой любимый от Batiste. Сейчас у меня версия Blush. И эта версия немного выбеливает волосы. Я все-таки люблю вариант для брюнеток. Сейчас у меня закончился. Я просто добиваю те шампуни, которые есть в наличии. И потом обязательно куплю тот, который для брюнеток. Потому что все классические варианты батистов оставляют белый налет. И их прям нужно вычесывать расческой. Второй сухой шампунь это Selective Professional. И называется он Easy Glam. Он уже в меньшей упаковке. Но как раз-таки он оставляет меньше налета. Его практически не нужно вычесывать. Хотя он идет для всех типа волос. Единственное, что он немного дороже. Батист дешевле. И у него большой такой формат. И хватит надолго. Если вы еще никогда не пользовались сухим шампунем. То мне кажется, это средство нужно взять на вооружение. Потому что это прям палочка-выручалочка. Если рано утром проснулись. И вдруг голова выглядит грязной. Такое бывает, если использовали какое-то новое средство. Новый бальзам, шампунь. И волосы быстро загрязнились. Либо, допустим, какой-то новый вид укладки. А утром нужно идти в приличном виде. Чтобы не завязывать вот эти вот немыслимые зализанные хвостики. Лучше использовать сухой шампунь. Ну что, на этом мое длинное-длинное видео заканчивается. Я надеюсь, что для вас оно было полезным. Обязательно пишите про свои находки для волос в комментариях. Если ваши волосы похожи по типу и структуре на мои. То обязательно пишите свои находки. И если вы делали какие-то салонные процедуры. То тоже поделитесь своим опытом, потому что мне эта тема очень интересна. Я хочу что-нибудь такое интересное сделать. Но чтобы не навредить волосам, а наоборот улучшить их качество. Или же сделать какую-то процедуру аналогичную салонной. Допустим, в домашних условиях. Поэтому давайте пообщаемся в комментариях. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо огромное за просмотр. И пока-пока!